Приветствую, друзья! Я бы этот ролик назвал «Напуганный». Почему? Потому что когда человек теряет равновесие, а равновесие он теряет всегда, когда попадает в ситуацию неизвестности и неопределённости, ну, например, зуб заболел и не знаешь, вырывать его или нет, идти к стоматологу или нет, или, например, экзамен предстоит, и ты не знаешь, как ты его сдашь и как тебе собраться с духом, чтобы сдать хорошо, ну, любой волнующий вопрос, который у тебя возникает. Ведь знаете же вы, ролик, например, у меня, так и называется, целебный ролик, посмотрите в Ютубе, и там есть одноминутное ключевое дыхание, и там же есть ключевая волна. Вот вы делаете волну, качаетесь туда-сюда, или вперёд-назад, или по кругу, и ищете комфортность, максимальную простоту этого действия, и соединяя эти колебания со своими переживаниями, решаете волнующие вопросы естественным для себя образом. Ничего искусственного делать не надо. Просто в чём же тут такая вот, как сказать, большой секрет работы мозга? Почему получается эффект большой? А просто потому, что вы на самом деле всегда так делаете инстинктивно, только вы не обращаете на это внимания. Вы всегда так делаете. Вы посмотрите мои ролики на Ютуб-канале, запишитесь туда, и на Телеграм обязательно запишитесь, на канал мой, Телеграм Метод Ключ Хасай Алиева. И вы много интересного увидите, и переписка там интересная, и обмен опытом интересный, и школы человек будущего, Homo Futurus. Да-да, дело в том, что человек оказывается по природе творец, и может решить по существу любой вопрос, который его волнует. Просто он об этом не всегда знает. Потому что, когда он делает простые действия, например, ключевую волну, или точно так же, другие приёмы по методу саморегуляции ключ, например, идеорефлекторные движения. Вот посмотрите внимательнее, когда вы переходите из обычного механического движения в автоматическое движение, поэтому идеорефлекторные, потому что это на основе рефлексов. Есть идея, что рука пойдёт, и если вы раскрепощены, она пойдёт. А если вы всё время думаете, пойдёт, не пойдёт, вы сами себе устраиваете лишний экзамен. Вместо того, чтобы думать о своём вопросе, который вас волнует, или мечтать в это время, повернув немножко угол зрения выше горизонта, и мечтать, что руки пошли. И если вы раскрепощены, они пойдут, и вы совершите тот самый главный переход в своей жизни. А какой это переход? Это переход из обычного стрессового состояния, в котором вы находились, в состоянии безмятежности. И вот тот вопрос, над которым вы размышляли на этом фоне приёмов, или на волне, или во время ключевых идеорефлекторных приёмов, или во время повторяемых механических действий, если вы в ритм их войдёте. Если вы в это время думаете о чём-то, то вы начинаете успокаиваться, когда вы соединяете эти действия, повторяемые механические, или волнообразные, или идеорефлекторные, думая о своих вопросах, переживая о том, что вас волнует, вы найдёте там переход. Это переход, когда... Внимание! Переход, когда... Вы переходите в автоматизм. Вот этот переход. Например, вы бежите, бежите, и вошли в ритм бега, и теперь бежите на автомате, и так легко стало, свободно, и бежите, и бежите. Марафонский бег называется. Так вот, слушайте ещё раз внимательнее, пожалуйста. Это я для новичков говорю, которые не смотрели ещё наш YouTube-канал, не знают, что такое целебный ролик, не знают, что такое ключевое дыхание, и не знают, что такое ключевая волна, и не знают вообще вот этих всех приёмов, как подбирать для себя именно те действия, которые для вас простые, комфортные, и поэтому очень эффективные. Вот кто этого не знает, пожалуйста, послушайте ещё полминутки. Дело в том, что выход есть из любого тупика. Чтобы выйти из тупикового состояния, когда вы не знаете, как решить вопрос, надо снять напуганность. Потому что страх – это такое состояние, когда вы попадаете в непределённость, в неизвестность, и сразу идёт антреналовый комплекс, мобилизация, вы напрягаетесь, вы зацикливаетесь, зависаете, не знаете, как быть, и пугаете себя больше и больше, и накручиваетесь. Не накручивайтесь, друзья, а просто снимите стресс. Пять минут в день возьмите просто, сделайте хлёст, сделайте шалтай-болтай, сделайте упражнение лыжник, сделайте идеомоторный, рефлекторный, ключевой тест. И вы потом сядете, сделаете взгляд рассеянный, и подумаете, боже мой, а что я так нервничал, что первый раз, что ли? Вот именно, и вспомните, что сто раз уже у вас были проблемы, и потом вы из этих ситуаций выходили успешно. Да-да-да, просто когда человек попадает в ситуацию неопределённости, моментально возникает стресс. Стихотворение вам скажу. Но оно в такой произвольной форме, я просто вас развлекаю. Никто не знает часа своей смерти, но никто его и не пропустит. И в этой неопределённости потенциалов между жизнью и смертью, между определённостью и неопределённостью, каждый из нас высветляется для себя таким, как он и есть, как солдат на фронте, готовый ко всему, мобилизованный, готовый ко всему. А для чего это происходит? Для того, чтобы улучшить себе то, что ещё можно улучшить. А какой выбор у нас есть? Быть человеком или не быть человеком? Да-да. А чтобы быть человеком, надо быть разумным. Разум у нас открывается, и здравый смысл открывается тогда, когда мы снимаем эмоциональный стресс, в котором мы зацикливаемся. А эти все приёмы помогают нам освободиться, раскрепоститься, снять зажимы, блоки сознания и тела. Итак, друзья, целебный ролик ещё раз посмотрите, ключевое дыхание одноминутное посмотрите, идеорефлекторные приёмы посмотрите, и подписывайтесь на YouTube-канал и на Telegram. На Telegram подписывайтесь, он так и называется. Канал Telegram. Метод Клюшка Саялиева. До встречи, друзья!